добрый день шана тува каждый раз в начале еврейского нового года сразу после рошана мы попадаем в этот день который называется цом гидалья пост гидали гидали бы на хикам был наместником иудеи который назначил военачальник на выходные цена на выходные цена на дозан назначил гидали бы на хикам быть наместником ширит юда остатков иудеи с ним остался пророк ирмияу не пошел в вилонское изгнание ушел от как это великого палача на удар за на ушел вернулся в иуда и как погиб гидали бы на хикам был человек которого имара в трактате мигела говорит называет в ишмаэль бен нетанья написано что он был злодей сын злодеев так гимара говорит и он как говорят комментаторы позавидовал позавидовал тому что наместником в иудее стал гидалья они он заручился поддержкой царя амона в алиса и захотел убить гидалия гидалия был предупрежден человек который узвали йоханан бен кореях предупредил гидалия обмен на хикам и сказал гидалия ишмаэль бен бен нетанья רוצей лакутха воемру и лава яду отеда ки баалис мэлэх бен амон шаллах от ишмаэль бен нетанья лакусхан нопеш знай сказали ему ишмаэль бен кореях что баалис царь амона послал ишмаэль а сына нэтанья цвея убить и он не поверил им сказали йоханан бен кореях давай мы очень аккуратно устраним ишмаэль бен нетанья никто не будет знать он сказал ни в коем случае не делай этого потому что ты говоришь ложь по поводу ишмаэль бен нетанья я тебе не верю предупреждал его йоханан предупреждал гидалия что если ты погибнешь то вся еврейская государственность в принципе больше не будет существовать никаким образом но он ему не поверил раши раши говорит что гидалья был цадик раши говорит что ишмаэль бен нетанья был злодей который убил праведника гидалия геморраже в трактате не да говорит очень интересную вещь говорит так что нашли могилу в которых было найдено много скелетов которое написано что туда послал этих 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 убитых бросил туда ишмаэль и их убил как бы рукой гидалия но по тексту говорит гемора если читать по тексту пророка то их убил ишмаэль этих людей они шли гидалия эти люди встретили ишмаэль их встретил и он их убил и бросил их в яму говорит гемора так почему же называется что их убил гидалия говорит он говорит так ему нужно было опасаться то что сказал йоханан бен карах что ишмаэль хочет его убить а он не опасался и поэтому засчитывается как будто бы он их убил гидалия убил этих людей страшная вещь гидалия праведный человек который не поверил в злые речи лошон ага злословие который говорил вроде бы ишмаэль бен карах против йоханан бен карах против ишмаэль бен нетанья и засчитывается что те люди которых убил ишмаэль бен нетанья мало того что он его самого убил тех людей которых которые пришли к нему и он их тоже их убил ишмаэль бен нетанья считается как будто бы гидалия их убил и говорит гемора что лично биша лошонара злословие нельзя его принимать то есть нельзя было убить действительно ишмаэль бен нетанья нужно было опасаться и нельзя было гидалия бенахикам оставаться наедине его пригласил ишмаэль бен нетанья они вместе обедали и во время этого обеда ишмаэль бен нетанья убил гидалия бенахикам то есть 10 человек которые были с ним они его все ударили а он его добил ишмаэль бен нетанья из этого геморрага делает вывод что нельзя верить наши народа то есть нельзя принимать но пас но оставаться вместе наедине с ишмаэлем ему было абсолютно нельзя гидалия должен был опасаться гидалия бенахикам должен был опасаться и не доверять ишмаэль бен нетанья сейчас он слышал такую информацию при этом ничего нельзя было делать против ишмаэль бен нетанья только никогда не оставаться наедине с ним не доверять ему хоффи цхайм говорит так на основании этой аллахи основание это гиморрага такой аллаху что если вам рассказывают лошонара и вы понимаете например вы спросили до будет ли мне какая-то польза от этой информации вы знаете что это вам есть какая-то польза с этой информации она как-то к вам относится вы имеете право послушать это 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 лошонара вы не имеете право это принимать но если так вы можете что-то потерять вы должны опасаться и должны отказаться от этой сделки против которой вас предупреждают от этого шедуха против которой вас предупреждает не общаться с тем человеком который может вам навредить но ответные действия предпринимать вы не можете пока пока вы не знаете точно что это человек что-то для во против вас делает то есть вы опасаетесь в бизнес ним не вступаете шедух ним не делаете но ничего не предпринимается так говорит хаффи цхайм это на самом деле урок который нам преподнес очень горьким образом гидалья бенах и кам спасибо